Глава семьдесят третья. О промысле Божием. По письму вашему вижу, что вам наиболее трудно дается адаптация. Я в этом был уверен и раньше. Думаю, однако, что только в будущем вы поймете благой промысла вас. Впрочем, не иначе, как через веру, потому что нам не дано в жизни иметь двойной, параллельный опыт. Совершив выбор, мы уже не можем случающееся с нами сравнивать ни с чем другим, потому что ничего другого не существует. В воображении мы можем думать, что там-то было или было бы лучше, но мы забываем, что там мог бы произойти с нами страшный или даже смертельный несчастный случай. Есть только одна единственная данность, а, следовательно, также единственную возможность, что остается нам – вера в благословение Отца. И если у человека эта вера есть, то он благодушствует всегда и неизменно. Как только колеблется эта вера, так всякое, даже малейшее затруднение становится тяжелым. Не говорю уже о неспособности колеблющихся к мужественной стройке своей вечной жизни, которая достигается не иначе, как через преодоление непрестанно возрастающих трудностей, доколе не будет перейден последний рубеж, последний предел, иначе говоря, доколе не начнется истинная беспредельность. У всякого человека есть судьба. Но по нашему христианскому сознанию эту судьбу надо понимать как временную зависимость от внешнего мира, зависимость, которая преодолевается в подвиге свободного самоопределения в отношении к Богу. Полное совершенство свободы, однако, лежит за пределами этой жизни. Но начало полагается непременно отсюда еще. Если в душу нашу войдет свыше истинное вдохновение, тогда мы перестанем зависеть рабски от обстановки. Для маленьких душ нужна обстановка, окружение, условия для созидания. И когда эти условия неблагоприятны, то они увядают. Для сильных душ исход в том, что они создают возрождение, становятся творцами, обновителями увядающей жизни, двигателями вперед, опорой для других, светом во тьме и подобное. Но все это происходит не потому, что они устанавливаются внутри, с намерением возрождать и прочее. Нет. Возрождение или истинное творчество происходит только тогда, когда человек ни о чем другом не думает, как только о том, чтобы сохранить непорочно заповеди Божии, которые по самому существу своему суть ничто иное, как призыв к полному уподоблению совершенному человеку Христу. И совершается все сие в любом месте, в любых условиях, потому что заповеди Христа выше всех условий. Они имеют абсолютный характер и творят человека всегда и везде подлинным господином жизни, то есть совершенным в духовной свободе существом. Вот это задание да будет вашим после исхода из детского возраста, когда в человеке пробуждается истинное самосознание, начинается подлинная жизнь внутри, некое дивное становление. Возможно, что для такого становления удобным условием может быть пустыня, но теперь редко кому дается такой образ жизни. Пустыня же все равно неизбежно встретится всякому человеку на пути вовнутрь, то есть в процессе внутреннего осознания себя в Боге. Позднее придет словно обратное тому, как бы исход из затвора на просторы всего мира, в порыве обнять весь мир. Тогда начнутся новые испытания. Встреча со свободой других людей вместе с тем выше из всех задач, да будут все едино. Вы говорите, «Не знаю, что пишу». Так всякий человек в этот период жизни своей в начале самостановления не знает, что же делать. Но все придет постепенно, как малые дети вырастают из нежных и бессильных созданий, становятся крепкими борцами за свою жизнь и затем родителями новых существ. Так и в духовной жизни сначала беспомощность, а затем торжество возрастания, затем вдохновенный труд борьбы за свою нетленную жизнь и, наконец, рождение других существ, себе подобных для вечной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok